Человек, пребывая в данной реальности, находится в состоянии иллюзии. Что такое иллюзия? Иллюзия – это не то, что какая-то дымка, какое-то чего-то там где-то ускользает, нечетко какие-то очертания просматриваются. Человек находится полностью, тотально в своем мышлении, находится на территории ментала, он управляется информационным полем или, по-другому, ментальной матрицей. Но с течением времени человек пребывает в этом настолько долго, как рыба, пребывающая в воде, не замечает воду, считает это естественной средой обитания, просто естественностью своей жизни. Так и человек, пребывая в ментальной среде, считает это абсолютно закономерным и естественным. Но утопия заключается в том, что человек чувствует тоску по себе необнаруженному, чувствует тоску по невскрытости истины с собой. И вроде бы эти потуги он как бы предпринимает, но все, что он делает в большинстве своем, сейчас я матрично звучу, когда говорю о множестве, он продолжает пребывать в этой же самой ментальной среде. То есть он продолжает, как рыба под водой, ходить и искать там сушу. Ее априори там не было, нет и никогда не будет. Но человек полностью подконтрольный менталу, подконтрольный своему мышлению, почему-то верит и надеется, что он однажды это найдет. Я когда смотрю на различные информационные источники о том, что различные какие-то тренера, инструктора, мастера, гуру, неважно, как они себя называют, они говорят обо каких-то истинных, причем в большинстве своем все взято из информационного поля. И как ни странно, ни один из этих людей не запрашивает, а с чего я взял, что информационное поле протранслировало правду. А с чего я взял, что все эти якобы какие-то громкие имена, авторитетные имена, какие-то века, какие-то расы, что это все соответствует какой-либо действительности. Человек априори под этим расписался, что это правда. И вот именно это состояние, этот формат является иллюзией, потому что внутри ментала, внутри ментальной среды нет выхода, нет освобождения, нет спасения и нет правды. То есть там истины быть не может. И получается, все эти вещающие, они находятся в тотальном сне, но просто вариации этих снов совершенно разные. Один сон называется пробуждение, другой сон называется чистки чакр, еще какой-то сон называется, как отпустить обиду, понять, простить и так далее. И вот таких снов очень много, но по большому счету ничего не происходит. Человек муссирует одну и ту же частоту. Почему? Как ты считаешь, почему ничего не происходит? Чего человек не замечает? А как можно вообще заметить, что для этого нужно? Важный момент. Вот смотри, можно заметить зов, можно заметить правду, можно много чего заметить. Нужно обнаружить, кто замечает. Кто это тот, который замечает? Кто это тот, который не замечает? Как вообще это замечаю, функционирует? Кому оно подчиняется? Чья это прерогатива? Потому что если человек обусловлен своей образностью, соответственно, он обусловлен персонажными программами. Соответственно, персонажные программы, значит, он обусловлен своей личностью. Раз он обусловлен своей личностью, он обусловлен менталом. А значит, он спит. И получается, человек спит, но свято верит, что он якобы на пути к пробуждению. Да нет. Он просто продолжает на разный лад, на разные сны свои спать. Он даже не видит. Он не видит столько этот зов. Самое главное, он не видит того, кто видит зов. Он не видит само это видение. То есть нет фактора разотождествления, без которого освобождение быть не может. Формула, которая гласит, будь в мире, но не от мира, как раз об этом. Будь здесь, не надо никуда сбегать. Но не будь, не отождествляйся с этим миром, с этой программой, с этим информационным сном, с этим информационным вирусом. И смотри, я тебе скажу, откуда растут ноги этого всего. Информационное поле все время муссирует, что человек должен быть счастлив. Он должен быть безмятежен. Он должен быть наивен, как дитя. Он должен просто вот наслаждаться моментами и вообще вот довериться жизни. Вот это все муссируется. И смотри, когда мы произносим эти фразы, какое это состояние? Наивный, безмятежный, счастливый. Это какой? Я что хочу сказать, что человек ведом иллюзии, которые навязало информационное поле. Под видом того или иного информационного источника. Человек действительно верит, что здесь он ради какого-то безбрежнего, какого-то неизведанного счастья. Он причем даже никогда не задумывается, он никогда даже не спрашивает себя, а что это такое счастье? Как это я живу? В чем оно заключается? Кто участвует в этом счастье? Потому что по неволе, когда человек начинает просматривать, кто включен в эту картину счастья, то он априори увидит, что этого счастья быть не может. Счастье заключается только в том, во-первых, что ты есть сам у себя, и ты это ощутил, а не просто подумал. Далее, счастье заключается в том, что ты расстаешься, ты обнуляешь, иллюзию и идею об этом самом счастье. Это не значит, что ты хочешь быть несчастным. Просто ты никогда не будешь счастливым, пока ты ведом иллюзии о счастье. Никогда. Потому что задача информационного поля, как Сусанин, завести в дебри, чтобы ты больше никогда не нашел дорогу домой-назад. Человек находится здесь не случайно. Это сон Абсолюта. Абсолют хочет проснуться и вспомнить свою истинную природу. А информационное поле убаюкивает и говорит, нет, спи. Спи дальше, все будет хорошо. Надейся и жди. Иди на марафоны желаний, отпускай какие-то шарики в небо, сжигай какие-то записочки или клади их под подушку. Вот это все навязывается, чтобы человек стал инертным тотально, инфантильным тотально, чтобы он уже никогда не мог подняться и двигаться, чтобы он просто, как батарейка-матрица, доживал в этой реальности, растрачивая свою светимость на остатки сна. Вот что происходит. Я хочу сказать, что данная реальность, она устроена таким образом, чтобы человек побуждался, его побуждает жернова матрицы двигаться, прозревать, запрашивать, распознавать, различать. Это динамика, это ответственность за себя, это ответственность за пространство себя, это осознание, что ты один на один с самим собой. Ты либо двигаешься в сторону источника, абсолютности себя, дом себя, бытийного, всегда целого и всегда одного, либо ты двигаешься прочь. В иллюзию, в множество, в двойственность и дуальность. Там, где выхода нет, потому что внутри сна выхода не существует. Выход существует в разотождествлении со сном, в отодвигании от него. И только когда человек начинает запрашивать, да, действительно есть этот зов, когда он рассматривает, кто он, что он, кто внутри него запрашивает, чем он отвечает на этот зов, чем он руководствуется, он руководствуется информацией, взятой извне, или он руководствуется чем-то изнутри, чем-то сущностным, да, чем-то настоящим, что он порой даже не может переложить слова, оформить их в слова, но он чувствует, что да, здесь зерно, здесь ядро, здесь истина. Зачастую человек просто ловит чистоту, ему комфортно, ему спокойно. Но это снова все та же инфантильность, это все то же состояние безответственности, когда да-да-да, немножко какого-то допинга, да-да-да, немного такого более спокойного состояния, и живем как раньше. Увы, в данной реальности так не сработает. Либо ты идешь к себе, либо ты тотально и безвозвратно удаляешься от себя.